На всякий случай записывала все наши с ним разговоры, скриняла переписочку, которую он удалял, скачивала голосовухи, которые он удалял, ну, типа, хочу тебя обнять, хочу тебя выебать, там, и то да сё, вот у меня девушка хуёвая, это такая страстная, такая, вау, вы ещё не спали, но ты это уже знаешь, ну ладно, звучит круто. Он познакомил меня со своей девушкой, представил меня как свою коллегу, я стояла, ржала как могла, просто, ну, сдерживалась, естественно, но в душе это просто жать было. Потом он начал мне намекать на то, что, типа, Саш, давай ты набьёшь на то, что у меня есть девушка, давай просто снимем отель, ты же тоже хочешь. Я ему сказала, что если он продолжит выебываться, я у девушки сливаю всю информацию, он такой, да что-то есть, да я всё удаляю, я ему скидываю. Фотографии, диктофонные записи, видосики, ног чё скинуло. Он такой, ах ты сука, ах ты тварь, откуда это у тебя? Говорю, тебе надо, блядь, иначе, с кем ты общение продолжаешь. И не быть таким мудаком, если ты не любишь свою девушку, брось её. Да, типа, 7 лет от встречался, ну и что, нафига ты человека обманываешь? Ты не со мной изменишь, так с другой пойдёшь изменять. Ну вот, он не прекратил выпендриваться, и мы с его девушкой встретились, посидели в кафе, она всё посмотрела, послушала, ей было фигово. И что сделала? Мы с спортом, что выгнула его из квартиры, выгнула его из квартиры, квартира-то её. Ну, мы с этой девушкой по-прежнему поддерживаем контакт, я помогла ей всё это пережить, а он ему да. Ну, да, даже сказать нечего. Я его предупреждала, что если продолжить со мной общение, то рано или поздно ему уже хуже. Я ему жизнь испорчу. Я его сразу об этом предупредила. Он это не воспринял всерьёз, он такой, ха, до тебя 20 лет, что ты можешь делать? Такая, блядь, ну. Например, то, что ты останешься один, ты и так родителям своим нахер не думаешь. Они у тебя сидят в Донецке, хуи пинают, и нахуй ты им не сдался. Свалил в Москву, и всё, им пофигу на тебя. У тебя есть вот типа единственный человек, девушка, которая терпит тебе 7 лет. Ты живёшь в её хате. И хоть где-нибудь совесть там может играть, хоть какую-нибудь верность ты можешь ей хранить. Хотя бы благодарны за то, что у тебя крыша над головой есть. Ну да. Ну ладно, повзрослеет, поймёт. Какой повзрослеет, ему 26? Ну, это пополам надо делить. Считай 13. Ясно. Ну, а что-нибудь крепкое ты пила? Ликёры, ром, джин. А водку? Мне запах не нравится, пробовать не хочу. Коньяк, виски. Противно. Ну, из-за того, что высокий градус, да, жжёт внутри. Ром тоже жжёт внутри, на вкус рома я люблю. А у рома там вишнёвый сок добавлен? Нет. Это по своему желанию. Хочешь добавляй, хочешь нет. Как по мне, это извращение. Ну, так делают люди, которые вообще не разбираются в алкоголе. И рома, он ведь... Рома, он ведь дешевле, чем коньяк, да? Дороже. Дороже. Ага. Ну, хотя, смотря какой ром, смотря какой кольмок. Ну, если как бы одинаковые по... По качеству. По качеству. По качеству. Ну, коньяк будет стоить в косарь. Нет, вторая. Ромка Саря 3. Да, такие дела. А ты заканчивала какой факультет? Кибернетика. Прикольно. И работаешь не по специальности, получается. Ну, не по специальности. Мне нужна была корочка. Конечно, не по специальности. Мне нужна была тупо корочка. Техническая, техническая. Ну, у вас там в группе, наверное, очень мало девочек было и много мальчиков, да? Я была одна. Ну, ты разбиралась в программировании? Я разбираюсь в программировании. Молодец. Правда, за все время обучения в ВУЗе все, чему я научилась, это C++ и Assempler. Наверное, анекдотичный вопрос, знаешь, да? Что общего у девушки-программиста и морской свинки? Нет. Нет? Нет? Общаясь на ТК, на кибернетическом, ни разу не слышал. Нет, наверное, это шутки хохляндия. Нет. Это международная шутка такая. У нас нет такого. У нас серьезного. Это что неинтересно? Мы очень редко тусовались, очень редко шутили. Все, на что у нас хватало силы нервов, это бухать после соседа, как проклятые, потому что мы ее закрыли. Это было очень тяжело. Ну да, это кибернетически тяжелый в культе. Да. У меня отец на кибернетике учился. Но он был фанат этого дела. Он, когда маленький был, сам магнитофон собрал. Что? Где у тебя учился отец? В Донецком. Угадай, где училась я? Ну, в ВУЗе, в этом, то есть в МГУ. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Так вот, отец собрал магнитофон, который никогда в жизни не видел, только на картинке. И потом на дискотеку вытаскал. Да. Ну и потом, короче, ему все это нравилось, и поэтому, даже не выбирая, сразу на кибернетику пошел, поступил. Понятно. Еще случай был анекдотичный такой. Ну там радиолюбители в те времена были, знаешь, да, все там паяли, любили паять. Ну. И у него появился друг, у которого папа был директор радиозавода. И когда они на каникулы все разъезжались, этот друг у отца спросил, какую тебе лампу, ну радиолампу какую тебе привезти. Отец говорит, да не надо мне ничего, найду как-нибудь сам. Ну, он примотался друг, ну скажи и все там. Давай привезу, давай привезу. И отец пошутил над ним, берет листочек и пишет на нем ПИ-3ДА. Вот. И отдал ему листочек этот. Короче, неделю целую на заводе искали лампу с такой маркировкой, представляешь? И не нашли. А потом какой-то, какому-то бухарику дали на заводе, ну там инженер, он такой. Ближе всего к людям. И он такой посмотрел, да это ж пизда какая-то лампа. Ну и вот, и в сентябре приехали, когда обратно. Этот друг обиделся на моего отца, месяц не разговаривал с ним. Забавно. А ты голубоглазая блондинка? Я не блондинка. А волосы голубые? То есть глаза? Нет, не голубые. Все мимо. Понятно. Ну просто я вот с тобой разговариваю, а волей-неволей как бы образ рисуется. Я вот почему и люблю аудио-чат больше, чем видео. То, что воображение работает лучше. Есть же еще видео-чат-рулетка, знаешь, да? Нет, не знаю. Ну там веб-камера нужна и... Я знаю. Я уже поняла, ну что такое чат есть, и не знаю. Говорят, его русский паренек придумал. И какой-то америкос просил за эту идею 12 миллионов долларов. И русский паренек отказался. А сейчас, наверное, жалеет сильно. Почему? Ну а как с помощью этого можно заработать денег, я не знаю. Там все бесплатно. Просто соединяешься на сайте, и все, никакой рекламы нет. Тебе завтра на работу топать? Да, и я уже хотела бы пойти поспать. Было приятно пообщаться. Тут очень редко так можно надолго зависнуть. Обычно на минуту и все, и отключаются. Взаимно тоже было очень приятно. Может быть, еще встретимся. Тебя Евгения зовут, да? Александра. Ой, точно. Ну ладно, все, пока. Пока.